Доброго времени суток, друзья! С вами снова программа Културал Дот, которая выходит на канале ТВ Норд и которую мы снимаем на студии Марула Продакшн. Кстати, очень много в комментариях говорят, ребята, вы что, ведете программу в носках? Да, как ни странно, программу мы ведем в носках. Кристи можешь показать. Потому что здесь очень тепло, хорошо и мухи не кусают. Сегодня у меня, как всегда, интересный гость, собеседник. Но перед тем, как я ее представлю, да, уже расскажу в скобке, это представительство прекрасного пола, творческой молодежи нашего города. Перед тем, как мы начнем наш разговор, маленький сюжет и коней. Смотрим. Елизавета Ивасюк, молодая певица из северной столицы Молдовы. Несмотря на столь юный возраст, за плечами Елизаветы учася во многих вокальных конкурсах, как в республике, так и за ее пределами. В репертуаре певицы ковыра на знаменитой западной, российский и хиты отечественной эстрады. Но в последнее время Елизавета стала сочинять и выпускать произведения собственного сочинения. Елизавета Ивасюк сегодня в гостях у меня в программе Cultural Dot. Елизавета, здравствуй. Привет, привет. Ты первая женщина в нашем первом сезоне, так что сегодня маленький дебют и нам, и нам хорошо. И надеюсь, что и ты сможешь нам рассказать что-то интересное. Приятно, приятно. Первый же вопрос, который для нас традиционный, с чего все начиналось? Почему ты решила петь, почему ты решила заниматься творчеством? Все началось, наверное, с класса 6 или 7, с школьного конкурса. Я тогда была суперстеснительная, но твердо говорю маме, мама, я должна пойти на этот конкурс, потому что петь-то нравилось, я не очень-то умела, не знала, как себя вести на сцене, но меня это так задело, что я очень хотела участвовать, и вот как раз ее подруга стала моим первым наставником. Она учитель в школе была по музыке. А звучу ее и не обязательно. Да, Дуанна Анжела. Дуанна Анжела. Дуанна Анжела. И вот она, она мой первый наставник, самый-самый первый. И в итоге конкурс я победила. И уже после этого моя школьная концертная жизнь началась. И так, как говорится, понеслось и поехало. Понеслось, да. А когда уже более серьезно стало вот это творчество, желание петь, на более серьезный уровень вышло? Ну, начала совмещать. Так, стоп, нет, отключаем телефон. Из-за него я не забыла. Это мы должны будем вырезать. Хотя можем вставить как неудавшийся момент. Итак, а когда же началось более серьезно это? Начала совмещать школьные концерты, выступления с концертами в ДК. Вот я пошла первый раз в одно ДК, потом встретилась с группами. Вот такие были сотрудничества, потом с тобой встретилась. И все как-то само собой бездолвалось. Завертелось, заклутилось. А на гитаре ты как научилась играть? Потому что для пацанов, будем так говорить, даже в моей бурной молодости, играть на гитаре, это значит, выходишь во двор, бомбишься, девчонки слушают, пацаны, давай там что-нибудь такое. Но девушка, когда играет на гитаре, это для всех сразу, ух ты, учусь я. Как ты научилась, кто был твоим учеником? Вообще история очень, возможно, смешная для меня. Я ходила в музыкальную школу на аккордеон. На аккордеон? На аккордеон. Это было с первой, наверное, по третий класс. Но мне очень не понравилось кое-что, я забросила. И думаю, все, к инструменту никогда больше не подойду. Его размеры и габариты? Сначала нравилось, потом как-то устала. Поняла, что девочек там в принципе нет, и что я там делаю? И потом говорю, что никакому инструменту не подойду, мне это не нравится. Спустя года два-три я начала так, не знаю, реветь в душе, что мне захотелось играть даже на аккордеоне. Я говорю, а мы уже к тому моменту его продали. Говорю, блин, где хоть один инструмент? И так случилось, что мне досталась гитара. Одолжили, потом уже купила свою. Я сидела, наверное, вот с 12 утра до 9 вечера, просто учила аккорд. Вот держу, у меня пальцы все синие, черные. Держу аккорд. Струны были не нейлоновые, да? Нет. Это для незнающих, то есть для девушек, для детей, в основном нейлоновые струны для того, чтобы пальчики были. Но когда ты берешь металлический, это прям суровые надрезы на фалангах. И когда у меня получилось связать два аккорда, знаешь, там в промежутке 2-3 секунды, но я поменяла палец, я была самым счастливым человеком на свете. И с тех пор уже, ну я не могу вообще себя назвать профессионалом, потому что я очень многого не знаю. Я выучила базу, выучила чуть больше базы. И вот потом как-то желание пропало, потом оно резко восстанавливается, это желание играть на гитаре. И знаешь, само собой так. Но в основном, да, гитара мне сейчас служит для создания песен. То есть я вечером, кухня это место моего вдохновения, иду на кухню, просто включаю диктофон, начинаю играть там пару аккордов и создается что-то. Как вот ни странно, кухня тоже для меня это место вдохновения. Я прихожу туда пожрать и потом опа, опа, есть мысль. Хорошо, ну для того, чтобы немножко познакомить зрителей с твоим творчеством, покажем то, как ты играешь на гитаре. Смотрим! Ну вот скажи, в основном на гитарах играют, то есть в основном в начале своего пути многие исполняют чужие песни. То есть выучили, спели. К каким песням более ты склоняешься? Потому что у тебя есть опыт, как пение эстрадных знаменитостей, он так говорит, зарубежных. Есть и рокеров, и зарубежных, и современных. Что более тебя привлекает? Зарубежная эстрадная музыка или все-таки отечественная? Поначалу это было только зарубежное, популярное зарубежное. То, что у всех на слуху, то, что всех цепляет. Ну и, соответственно, то, что нравится мне. Позже сменилось что-то, вот такая, знаешь, щелчок, и я начала слушать только русскую музыку. На английскую так, чуть-чуть забивала. И потом оно совмещалось. Я поняла, что и русская музыка очень классная, есть достойные песни, достойные исполнители. То и зарубежная, там вообще столько фирмы. Поэтому я стараюсь играть и то, и то. Еще и на румынском приходится, потому что мы все-таки молодые живем. Ну да. Ну вот что больше все-таки ложится? Экспериментальные какие-то песни, которые мало кто знает, или все-таки те, которые у людей на слуху? Скорее всего те, которые на слуху, да. Но достойные песни, не все на слуху, которые они классные, понимаешь? Надо выбирать, фильтровать. В мое время было очень круто, когда во дворе ребята Любе спели. Я думаю, что это в 90-х годах, это был прям мейнстрим. Любе и мы пели. Это да. Хорошо. А вот скажи, все-таки музыка, она тоже делится на разные стили. Это рок, это эстрада. На Западе это вообще каждый исполнитель, это отдельный стиль. Что тебе ближе? Может, ты исполняла какие-то ракешные песни? Я это говорю, потому что я сам любитель, я сам играю. Поэтому для меня это такое важно. Или же все-таки, как бы это сказать, я уже запутался в своем вопросе, ракешник? Или же что-нибудь такое более послабше? Все всегда по настроению, но чаще это поп-музыка. Да. Она дается мне легче. Но бывало в моей практике, что я пела и народные песни, и фанк было, рок и с тобой, и с другими ребятами. Что-то такое альтернативное, вообще не похожее, не знаю, вообще не поп-музыка, понимаешь. Пробовать надо себя в разных стилях, но чаще я все-таки исполняю поп-музыку. Ну, поп-музыка, надо на то и поп-музыка, чтобы мы ее слушали. Ну, вот насчет рока, то, что ты затронула эту тему, давай тоже нашим зрителям напомним немножко о нашем эксперименте, который у нас был с Елизаветой. Посмотрим кусочек нашего совместного творчества и чуть-чуть об этом поговорим. Смотрим песню «Супамент». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что для тебя было участие, вот все-таки, все-таки это ракешник, и это рок, причем такой не самый легкий, хотя и слушаться легко. Какие у тебя были эмоции, впечатления? Я не будем сейчас говорить про Евровидение, не будем говорить про все, это сама песня все-таки. Ну, чтоб ты понимал, песню я могу включить и сейчас. Да, вот откуда у нас просмотры на нее постоянно. И приятные впечатления, вообще приятные воспоминания. Вообще песня классная, мне нравится. Я когда переслушиваю, думаю, вот хорошо, что пошла, хорошо, что попробовала, и с тобой познакомилась, и песню крутую записали. Я сейчас начинаю краснеть с каждым твоим словом. Ты выступала помимо того, что в Молдавии, здесь у нас, все-таки и за рубежом, и в России была, и в Европе. Где все-таки зритель принимает лучше, где он более отзывчивый, что ли? Сложный вопрос. Я просто скажу всем своим знакомым, музыкантам, вот почему. Потому что, допустим, в Молдавии, здесь у нас, люди немножко сдержанные. То есть они будут стоять, слушать, комментировать. На Украине люди очень импульсивные, то есть они будут отрываться, тусить. То есть там публика, в Румынии, то есть люди, когда мы тоже выступали, то есть люди приходили, они приходили конкретно, то есть мы идем тусить. Какая разница? В России, вот смотря где, как попадешь. Ну, вообще, да, смотря где, как попадешь. И все-таки за рубежом я выступала больше на конкурсах. И там соперничество, друг друга сильно не похвалишь. Я говорю про участников. Но было достаточно много случаев, когда подходили именно жюри. Мало кому подходили, подходят ко мне. И, блин, круто, очень понравилось. Возможно, это и есть та отзывчивость, тот фидбэк, знаешь. В Молдове именно на концертах, вот возьмем арт-кафе. Да. Это не самое масштабное мероприятие, но это такое теплое место. Было. Было, к сожалению. Это одно из самых лучших воспоминаний, потому что и люди приходили туда с открытым сердцем, и атмосфера такая теплая, и, я не знаю, ты как будто дома находишься, но перед тобой еще сто людей, и все тебя слушают, и все тебя понимают, и все хотят еще услышать. Очень жаль, что закрылось. Очень жаль, потому что в нашем городе, к сожалению, сколько не пытались таких мест открывать, постоянно вот какой-то трабл с этим был, что они все время закрывались. И вот верил тыл, то отдельно ему, скажем, респект. Я надеюсь, что он когда-то появится у нас в программе. Открою еще раз арт-кафе. И что это место однажды будет работать. Но в итоге, то есть ты дошла до того, что... Ну, если да, еще брать отдельно сцены, большие. Не могу сказать, что было прям супер-вау, с открытыми и распростертыми руками, но, конечно, фидбэк есть всегда. Ну, насколько тяжело вообще тебе, как артисту, завоевать зрителя? Нужно ли, то есть каждый раз, когда выходя на сцену, можно ли сказать, что ты идешь с целью не просто выступить, показать себя, а все-таки сделать так, чтобы зритель заинтересовался тобой и твоим творчеством? Это вообще основная цель завоевать зрителя. То есть смысл вообще выходить на сцену, если зритель... Если ему не понравится. Ну, мы не будем брать отдельного человека, там, из ста не понравится двум. Но для кого ты вообще поешь? Для кого? Ты же поешь для людей. Ну да, но многие, знаешь, как относятся к этому с такой стороны. Ну, я вот... Мне главное выступить. А понравлюсь, не понравлюсь, это уже... Главное, я выхожу всегда с мыслью, что нужно выступить достойно. Вот это для меня самое важное. Руки, конечно, трясутся всегда перед сценой. Сколько бы я не выступала, где бы я не выступала. Всегда есть какой-то мандраж. Мандраж. Потом ты выходишь на сцену, становится все... Отпускает тебя, становится все легче. Но мысль вот здесь забита в голове, что выступить нужно достойно. Это самое главное. А выложится на все сто. И тогда... И тогда уже зритель оценивает тебя. И в большинстве случаев ему всегда нравится. И он ждет дальше. Это хорошо. Это очень... Для артиста это весьма важно. Но место выступления. Вот, допустим, многие артисты у нас в Бельцах, в частности, я с этим сталкивался, о том, что выйти на площадь, просто сыграть, для них это очень тяжело. То есть нужно обязательно клуб, концертный зал или что-нибудь в этом духе. Для тебя же имеет значение место, где ты выступаешь? Или все-таки можно выйти просто в моле и спеть там песню и... Не знаю, если ты знаешь, но, скорее всего, ты знаешь об этом. В прошлом году, в прошлом летом выступали просто в центре, в центре города. Выступали сначала пианино-гитара, потом пианино-гитара-барабаны, потом полный состав группы. Я вот надеюсь, что Дан Яцко как-то тоже будет у нас в программе. Мне бы очень хотелось с ней сделать. Так что, Дан, если будешь смотреть эту программу, считай, что это приглашение. И вот именно там настоящие эмоции, настоящие люди с открытыми, распростертыми руками, которые... Ну вот ты спел песню, тебе подходят пять человек. Говорят, круто, круто, давай еще. Очень понравилось. Когда ты можешь именно контактировать, общаться с зрителем. Не важно, где выступать. Я и до выступлений с Даном пела тоже просто в центре на гитаре. Пела еще с подругой возле кафе. И там самые настоящие эмоции. Вот именно для этого туда нужно идти, потому что люди, люди открытые. Ну вот для того, чтобы немножко показать, что место выступления не имеет значения, главное выступать, мы покажем одно из видео. Это Милан, по-моему, да? Да. Расскажи чуть-чуть об этом. Несколько слов, и мы сразу его включим. История интересная, тоже запомнится в нем всю жизнь. Там очень много уличных артистов, насколько ты знаешь, по Европе вообще. Это очень много. Это все развито. Круто и развито действительно. Это уличная культура музыканта. И, наверное, это мечта выступить один раз хотя бы где-то в Европе. Но так как у меня не было ни инструментов, ни чего с собой, ни микрофона, мы просто гуляли вот с парнем. И он говорит, смотри, чувак поет. Есть гитара, есть микрофон, аппаратура. Иди попроси, просто спой. Попроси там две песни. И я сначала, не знаю, засомневалась. Думаю, вдруг откажет. Ну, корона все-таки еще. Петь в его личном... Коронавирус. Да, 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 так вот со слова крон, у меня же корона, что она может упасть. Нет, нет, пандемия. Да, это имеется в виду пандемия и... Я не такая. Пандемия. Вдруг он не разрешает петь в личный микрофон. И как раз подошла в тот момент девочка одна с Нидерланд. Попросила его сыграть на гитаре. В тот момент, когда я уже шла, я попросила его просить спеть на... Ну, тоже спеть. И я подхожу к этой девочке и говорю, блин, давай что-то споем вместе. А она согласилась, и мы спели там две-три песни. Собрался народ. Если, честно скажу, там, народ не очень собирался вот конкретно в том месте. Она сыграла, я спела три песни, народа собралось много, все аплодировали, подходили потом. Это настолько приятно. Еще и в таком месте, еще с таким видом, и с такими людьми. Это супер. Ты так сейчас рассказала, как будто в программе СМАК рекламируют какое-то блюдо. У меня же слюнки текуты, я думаю, что у наших зрителей тоже. Поэтому давайте посмотрим. Мне кажется, это получше какой-то крутой большой сцены. Понимаешь? Давайте все вместе оценим. Отличное видео. Но скажи, все-таки мы не можем становиться теми, кем и есть, без учителей. Кто были твоими учителями, кого бы ты даже можешь поблагодарить? Мое сердечко навечно принадлежит моему крайнему педагогу Анна Никова-Карь. Сейчас она уже продана. Это человек, который всегда меня поддерживал. Мы познакомились, не знаю, года 4 назад или 3. И последние года 2-3 я у нее занималась. Это супер человек. Я хочу, искренне хочу, чтобы она собирала свою аудиторию, набирала своих учеников. Просто делилась своими знаниями, потому что она квалифицированный специалист. И она доступно объясняет, это самое главное. Я супер благодарна вообще этому человеку. Она не просто педагог, она мне как друг. Мы можем общаться на разные темы. Так что, привет. Привет, Ника. Это очень важно, когда ты со своим учителем на дружеских отношениях. Она на самом деле крутая. И талантливая, и спасибо. Честно, спасибо. Ну и вот программа у нас, как говорится, не длинная. В конце ты уже не первый год занимаешься. Пением не первый год поешь, поэтому у тебя уже есть определенный опыт. И в конце программы, что бы ты пожелала тем, кто только-только встал на этот скользкий, тернистый путь своего локального творчества? Наверное, не слушать каждого, кто тебе что-то говорит. У тебя не получится. У тебя тут плохо. Нужно совершенствоваться всегда. Но когда тебе говорят, что это не твое место, чувак, извини. Пожалуйста, занимайся своим делом. Слать подальше. Занимайся своим делом, пробуй, ищи себя. И тогда все получится. Главное и вера в себя, и упорство. Потому что таланта должно быть процентов 20, наверное. Все остальные 80 – это труд. Труд. Сегодня в программе Cultural Dots была Елизавета Ивасюк. Человек, которому все равно, где выступать, в каких залах, главное, чтобы это было с душой. Лиза, большое спасибо, что пришла в нашу программу. Я надеюсь, что в следующих сезонах мы более поговорим уже конкретнее просто о пении, а конкретно о твоем творчестве, чтобы было возможно уже показать три. Уже и песен будет больше. Клипы, песни именно твоего сочинения. Ну что ж, большое спасибо, друзья. Это была программа Cultural Dots с Елизаветой Ивасюк. Программа выходит на канале Teva Nord, которую мы снимаем на студии Marula Production. До скорой встречи. Ну как? Миша, что ты не спросил про песню, хотела тебя поблагодарить. Да чего? Не надо меня поблагодарить. Миша, что ты не спросил про песню, хотела тебя поблагодарить. Миша, что ты не спросил про песню, хотела тебя поблагодарить. Миша, что ты не спросил про песню, хотела тебя поблагодарить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok